Сейчас с Лукашенко такую же ошибку совершать не надо. Он сбежит к нам, будут вместе жить, где Янукович, в шахматы, в шашки играть, а у нас будет кровавая Белоруссия под боком. Поэтому моя позиция, я не президент, они лучше меня знают, держать его до тех пор, пока он не использует свой капитал власти авторитального режима и не добьется включения Белоруссии в состав России. Верховная Рада проголосует, но мы при этом можем выиграть, если добьемся вхождения Белоруссии в состав России. Нельзя выбирать худший вариант. Вот Запад уже предлагает ему 3 миллиарда евро. И постоянные займы, если они пойдут на изменения политического режима и не будет Лукашенко. Там найдутся силы, которые им понравятся, миллиарды евро. Даже 10% они отчекрыжат себе, это 30 миллиардов евро. Да вся жизнь обеспечена. Поэтому они могут дать больше денег, чем мы. Но у нас потенциал Лукашенко, власть у него, силовики у него. Надо постараться его подтолкнуть к объединению с Россией. Да, у него будет меньше власти. Назначим его полпредом на юг. Начальник юга России. Это 50 миллионов населения. Это в 5 раз больше Белоруссии. Мы очень часто занимаем позицию из двух зол выбирать меньше. Прежде чем Белоруссия, Сирия. 50 лет у власти семья. Отец и сын Асады. Но если уйдет Асад, а он уже 20 лет у власти, то придут такие, как в Киеве. От Сирии ничего не останется. Нас выгонят. Мы получим враждебное государство на Ближнем Востоке. А это единственная для нас такая вот дружественная страна. То же самое Белоруссия. Устали белорусы от Лукашенко. Даже если было хорошо все. Но они устали. Нужна сменяемость власти. А 27 лет у власти он. Поэтому если он уйдет, будет второй Киев. Второй Майдан. Перестрелка. Гражданская война. Потому что многие его силовики и чиновники понимают, что новая власть их всех будет отдавать под суд. Преследовать. Иллюстрация. Как это было в Киеве. Тут рядом. Поэтому мы вынуждены тоже выступать за то, чтобы сменяемость власти в Минске происходила в соответствии с программой. Принятие новой конституции, новые полномочия разных органов. В конечном итоге, может быть, премьер-министр станет будущим президентом Белоруссии. Но мы против той кампании, которую развязал Запад. Те обвинения, такие уличные, неприятные, что с ума сошел или еще что-то. Все руководители всех стран нормальные, здравые люди. Но сегодня ситуация, когда действительно Европа синхронно одновременно нападает и на Россию, и на Белоруссию. Мы против этого. Ибо у них рыльца в пушку. Они сбивались в самолеты с пассажирами. Они насильно сажали самолеты, не имея на это права. Поэтому не им учить белорусов, как вести себя в воздушном небе. Что у вас такая вот наивность? Давайте жить дружно, все свободы. Человек хочет быстрее и больше. И его останавливает государство. Но некоторые прорываются наверх. И на свои миллиарды живут, шикуют. Я согласен. Надо их заставить деньги положить в наши банки и применить все самые строгие меры. Я об этом говорю каждый раз в Государственной Думе. Но вы не передаете это. Народ не слышит. Я в Кремле об этом говорю. Я Мишустину говорю. Это можно сделать. Но они боятся внутреннего переворота. Вы знаете, что можно купить целую армию на их деньги. И армия не будет выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. И они боевиков направят в Кремль. Заберут власть голыми руками. У них миллиарды. Если с ними поссорятся, они уедут за рубеж и бросят все деньги на подкуп тех, кто готов свергнуть власть. Захватить Кремль. Устроить нам Майдан. В ночь на 14 февраля 2014 года. А у нас то же самое могут сделать в любой момент. Вы понимаете, что у них огромные деньги. Надо сперва забрать деньги, чтобы они не могли подкупить ни армию, ни ФСБ, ни полицию, ни оппозиционные партии. Ведь Ходорковский подкупал. Он во все фракции вставил своих людей. И следующий созыв. У него было большинство изменения Конституции. И его избирают, например, министром. Все. Сценарий был готов. Спасибо ему под лицу, что он сказал, что кроме ЛДПР, в ЛДПР не удалось подкупить и вставить депутатов от Ходорковского. Они же готовились к перевороту. Вы что, это не знаете? Да, вам об этом не говорят. Я вам говорю об этом. Поэтому есть опасность. Опасность внутренней гражданской войны и переворота. России тысячу лет. Тысячу лет. Это был режим без федерации, централизованный, и никакие национальные деления. Ведь в советское время партия управляла. Не нацмены в регионах. Партия КПСС. И они оставили республики. Ну, вот так они как бы решили, это ленинское наследие, пусть будут республики. Хотя нужно было сразу перейти к губернскому принципу и назначению губернаторов. И сейчас бы вот эти вот общие губернии с русским генерал-губернатором, поскольку многие регионы многонациональные, и им выгоднее, чтобы был нейтральный руководитель русский. Вот Дагестан. Там 30 национальностей. Аварис будет, все остальные недовольны. Лакс будет недовольны. Русские должны быть везде во главе регионов. И тогда бы не было проблемы. Дали бы права все вниз. Централизация с точки зрения управления. А экономика, конечно, внизу. В аптеках какие лекарства? Решайте сами. На рынке какие цены? Решайте сами. Какие дороги? Стройте. Какие школы? Стройте. Жилье. На местах все будут решать. Но в одной стране, где государственные границы, это единая страна для всех. Государство, это единство территории, экономики и языка. Территория ограждена государственной границей. Язык один государственный, русский. И экономика едина в масштабах всей страны. Но на местах управляйте. Никто вам не спускает, сколько сеять горох, где кукурузу, где сталь плавить. Свобод нигде нет. А что, в Америке свободы? Флойд, его скоро памятники поставят. Наркоман умер от передозировки, а виноваты американские полицейские. Их на колени ставят. Белые на колени целуют ноги черным. Вы этого хотите? Это же бардак в Америке. А в Европе она погибает на глазах. Мигранты затопчут ее? Вы этого хотите? Этого мы не будем делать. Мы будем сильной страной, мощной, богатой, культурной. И обязательно все больше и больше будет свобод. Но нельзя ребенка бросать в океан. Научите плавать в бассейне с инструктором. В океане он потонет. И мы сто раз предлагали национализировать отрасли тяжелой промышленности. Ограничить вывоз валюты за рубеж. Ввести налог на сверхдоходы 80%. Заработал миллиард 800 миллионов в казну. Но они же не принимают. У нас нету большинства. Но главный вопрос, чтобы вы поняли. Нас ненавидят и боятся и пытаются сокрушить. Слишком богатая страна против нас весь мир и объединился. Они же пустые. В Германии бурый уголь. Во Франции что есть? В Вельгии что есть? В Британии пустая земля. И кругом мигранты. Им хочется оторвать жирные куски у нашей страны. Поэтому и впечатление создается осажденного лагеря. Мы слишком богатые. Слишком умные. Чего нашу молодежь берут? Чего они берут монгольскую молодежь? Вьетнамскую? Там не знаю еще сколько стран. Турецкую. Наших берут. Потому что самая талантливая. Умная. И они вернутся на родину. И они сохраняют связь с родиной. Поэтому проблема есть. Но она у всех стран мира есть. В Китае расстреливают коррупционеров. Победили коррупцию? Везде проблемы есть. Нету страны без проблем.